Давайте определимся, что такое, какая женщина, когда она себя любит. В первую очередь, она принимает себя полностью такая, какая она есть. Со всеми своими недостатками, возможно, со всеми своими какими-то заморочками. И свое тело она принимает полностью. Даже если она чем-то недовольна в своем теле, она, да, хорошо, где-то мне нужно убавить, прибавить, где-то там что-то усовершенствовать. Она признает это как факт. Она не сидит и не стенает по этому поводу, что какая печаль. И женщина, принимающая себя, она принимает также всех вокруг. Вот для того, чтобы вы поняли, насколько вы принимаете себя, осознайте сейчас, подумайте тоже, принимаете ли вы всех вокруг такими, какие они есть. Если вы принимаете людей вокруг такими, какие они есть, значит, вы себя принимаете полностью. Женщина, которая себя любит, она всегда на своем месте. Вот где бы вы ни находились, вы всегда чувствуете комфорт. То есть в новом обществе, в новом месте, с новыми людьми, на улице незнакомой, в каком-то еще где-то. Тоже подумайте об этом. Мы сразу обсуждаем и сразу практикуем. Вспомните те ситуации или места, или людей, с которыми вам не очень комфортно. И почему? Что вы испытываете? Самое главное – ваш внутренний комфорт. Дальше. Женщина, которая себя любит, она в творчестве реализована. Какое-то у нее что-то ей хочется делать. Точнее, какое-то хобби, которое часто превращается в ее, на самом деле, деятельность. Вы любите творить что-нибудь? Да. Даже беспорядок – это тоже творчество. Можно его так натворить, рисовать. Хорошо. То есть вспоминайте, что вы делали в детстве и реализуйте в своем взрослой жизни. На самом деле, вот у кого есть детишки, меня поймут. Дети, на самом деле, гораздо мудрее, умнее, проникновеннее взрослых людей. У взрослых людей уже шаблон. Как надо жить, какой надо быть женой, мамой, каким надо быть удобным человеком для общества. Соблюдать тысячи правил. Дальше. Женщина, которая себя любит, она наслаждается каждой секундой своей жизни. Женщина сексуальная наслаждается каждой секундой своей жизни. У нее нет каких-то секунд или минут печальных и каких-то счастливых. Она кайфует всегда. Она кушает, она балдеет, наслаждается. Вот, пожалуйста, в ближайшую хотя бы неделю попробуйте чаще кушать руками. Я, конечно, не предлагаю в ресторане вам кушать руками. Ну, дома хотя бы. Попробуйте. Очень важно тактильно попробовать вкус. Когда вы испытываете все виды оргазмов. Вкусовой, слуховой, музыкальный оргазм. Когда вы слушаете музыку, вы кайфуете, балдеете. Когда вы наслаждаетесь. Оргазм тактильный, зрительный. Когда вы видите, особенно эстет. То есть человек эстет смотрит, такой, у меня зрительный оргазм. И ассоциация с словом оргазм, то есть не только это физическое удовольствие, сексуальное, а во всех смыслах, мы очень ограничены, очень закрыты, вот этот центр очень закрыт. Нельзя получать удовольствие, нельзя наслаждаться. Есть такие поговорки даже, да, там много будешь радоваться, там потом печалька, там много смеяться нельзя, потом плакать будешь. Это все не так. Это все установки шаблоны. Смейте сколько угодно, радуйте сколько угодно, наслаждайтесь жизнью. Вот даже когда вы вдыхаете воздух, на свежем воздухе, я вчера вот была закрыта, такая только дверь машины открыла. Это, боже, как хорошо жить. То есть в баню зашла, запах, вот я обожаю, вот запах такой вот, когда веник запаренный, ой, не могу, вообще балдюшки. Когда вы моете свое тело, да, омываете, балдейте, то есть не просто так быстро все, не делайте на автомате, но я думаю, вы так это делаете, наслаждайтесь. Наслаждение можно найти во всем. Когда вы наслаждаетесь всем, вы автоматически включаете свое тело. И тогда уже с мужчиной, это очень интересная тема, тогда вам даже не нужно будет там так, вот что-то мне хорошо или плохо. У вас не будет вот этого вот, какого-то, каких-то мыслей не нужно в этот момент. Вы будете на самом деле наслаждаться собой, мужчиной, тем, что вы делаете вместе. Это не только речь о сексе идет. Вообще любое взаимодействие, любое прикосновение, прикосновение к волосам. То есть когда он вас прикасается, когда вы к нему прикасаетесь, вы будете балдеть, потому что у вас уже тело и разум, и душа заточены, прям так скажу, на удовольствие на самом деле. Подумайте, сколько процентов из ста людей в вашем окружении вы принимаете и считаете, что они замечательные, хорошие, позитивные и так далее. А сколько процентов из ста вы не принимаете, отторгаете, они вас раздражают, возможно, там вы их, ну, бесят даже, можно так сказать, подумайте. И может, можно даже вслух, может быть, кто-нибудь озвучит. В идеале, конечно же, должно быть 100 и 0. Это в идеале. А в окружении это те люди, с которыми я общаюсь или вообще? Вообще. Даже вот кто притягивается в ваше поле. На самом деле мы своими вибрациями притягиваем все события всех людей. И получаем от них то, что получаем. То есть вот прям полностью. Не только те люди, которые у вашей семьи, допустим, на работе и так далее. Близкие люди, подружки. А вообще в целом и в общем. Ну, 90 на 10. Вот. Это хорошо на самом деле. Потому что бывает лучше 50 на 50. То есть и позитив в меньшую сторону. Вот тот процент, который вы сейчас обозначили, на самом деле его принимите на себя. То есть вы вот на столько процентов принимаете и себя. Если у вас 80% позитивные люди, вы их любите, обожаете. И принимаете. Вот на столько же процентов вы на самом деле себя и принимаете. Оставшийся кусочек просто нужно ликвидировать. Мы научимся. Полное принятие себя. Почему? Потому что каждый человек уникален. Нет плохих или хороших людей. Нет каких-то особенных. Бог никакого не одаривал на самом деле. Вы уже по праву рождения обладаете всеми уникальными возможностями и способностями. Нет какого-то дара особенного. Есть другой момент. Раскрыли вы в себе все способности или нет? Вот. Я тоже когда-то, я практик, опытник. То есть я все испытываю на своем теле, на своей душе. Все знания, которые я дам вам, это абсолютно исключительно пройдено собой. И могу сказать, что были времена, когда у меня были вот эти тоже проценты. И сейчас я могу сказать, что 100 и 0 точно. То есть я на 100% принимаю себя. Если что-то мне не нравится, я это просто исправляю. И все. Спокойно. Не с какой-то паникой.